В районах самое простое это на самом деле в парках отдать уголочки или даже площадки не под кафе и ресторанчиком, где уже достаточно их в наших парках, а под воркаут площадки это недорогое удовольствие по большому счету, но оно однозначно притянет к себе мальчишек и девчонок, да просто мы их с улицы оттянем и то уже будет хорошо. Сегодня надо чуть-чуть вместе всем переформатировать отношения и понимание спорта, это не просто выискать детский спорт, доступный спорт, это спорт, который вокруг нас, это спорт пешей доступности. А вы в курсе, что Краснодарский край сегодня занимает первое место среди всех регионов страны по развитию физической культуры? Спортом на Кубани сегодня занимается порядка 40% жителей. Из года в год активно совершенствуется материально-техническая база спортивных сооружений и это дает свои ощутимые результаты. Порядка тысячи кубанских спортсменов сегодня входят в состав различных сборных России. Ну а еще несколько лет назад таких было чуть более 200. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня в нашей программе мы поговорим о спорте на Кубани и в городе Сочи. И несомненно большой вклад в его развитие вносит и сочинская школа Олимпийского резерва номер 3. И сегодня гость нашей программы, директор этого спортивного учреждения Алик Амбарцумян. Здравствуйте, Алик Амбарцумян. Добрый день. Спасибо, что к нам пришли. Ну и в начале нашей беседы несколько слов о третьей спортшколе, небольшая история ее создания и какие виды спорта в ней сегодня представлены. Ну, школа была переименована с 1 января, мы стали шор номер 3, это вообще приказ Министерства спорта Российской Федерации, так как мы полностью ушли от образовательной деятельности и стали непосредственно полностью спортивной школой. Начинали мы со спортивной школы Олимпийского резерва по боксу, проработали 5 лет, с 1 января уже шор номер 3. За эти годы, конечно, многое сделано, начинали, в общем-то, можно сказать, с нуля. На сегодняшний момент у нас достаточно большой контингент занимающихся, 1420 детей, представлены все виды спорта. В основном школа выстроена на боевых видах спорта, так как у нас в отделении кикбоксинга, тайского бокса, рукопашного боя и, соответственно, олимпийской дисциплины в виде нашего основного вида спорта – это бокс. Достаточно нравится это сочинцам. История бокса в городе Сочи, она, в общем-то, не с нас начиналась, не с учреждения. Бокс всегда был. Было это как-то, может быть, неорганизовано как в организационном плане, как спортивная школа. Были это частные залы. Где-то начиналось это развиваться в краевых учреждениях, которые здесь непосредственно филиалы находились. В наших муниципальных школах были отделения бокса. Будучи фанатами нашего вида спорта, мы, конечно, хотели, чтобы были у нас новые кадры, новые тренера. Потому что выросли мы, конечно, на определенных больших личностях тренеров. Это очень ряд тренеров, я их могу перечислить. Это заслуженные тренера России. Это Ашот Минасович, Николай Подрезов, Виктор Димитриади, Хапибуллин Навхадмимович, это Старожилы. Были здесь также, можно назвать, Анатолия Малашицкого. Это Дагомыс. У нас же город большой, периферийный. Поэтому очень много тренеров тех, которые нас, можно сказать, в свое время воспитали. Насколько вообще важна личность наставника, личность тренера для спортсмена? Вы же в прошлом тоже спортсмен, мастер спорта по боксу. Помните ли вы своего первого тренера? И насколько для вас был важен наставник в то время? Вы знаете, барьер мастер спорта, вы сами сейчас сказали, барьер мастер спорта – это такое удостоверение, которое остается у человека на всю жизнь. И потому мастер спорта, это в советское время говорили, мастером спорта, если человек стал, то это человек, который к спорту имеет действительно большое отношение. И, скорее всего, всю жизнь он будет с этим проходить. Я скажу, что тренеров забыть невозможно. Если ты называешься спортсменом, ты никогда не забудешь своего первого. Тренера, который, может быть, тебя на более серьезном уровне доводил до других высот. Потому что есть такие играния. Детский тренер, тренер уже юниорских сборных, тренер национальной сборной, когда попадаешь на такой уровень. Тренер мой первый – это Виктор Демитриади. Он тренировал и среднего моего брата, который участник Олимпийских игр, чемпион Европы, чемпион мира среди молодежи. В общем-то, у нас достаточно таких ребят, и про них еще поподробнее о всех постараюсь рассказать. И после я уже мастера спорта, конечно, выполнил уже в зале, тренировался и перешел к другому тренеру. Это Ашот Минасыч и Николай Подрезов. Там я уже как бы уже в более юниорском возрасте, 18 лет, я начал уже заниматься у этих тренеров. Они достаточно известны у нас в городе, и очень много спортсменов из ихних залов вышли на большой уровень. Ну вот вы сказали, что занимается сегодня в вашей спортшколе более тысячи ребят. И, насколько понимаю, для того, чтобы все могли заниматься, нужно постоянно расширять и совершенствовать материально-техническую базу. И она развивается. В Сочи открываются новые залы по боксу. Расскажите, где, в каких районах и почему именно там? Ну вот, наверное, самая основная причина была, почему мы стремимся к этому. Раньше в наше время была учебно-спортивная база «Спартак» Конституция 56. Там стекались спортсмены, мои друзья, которые сегодня работают и тренируют также. С Адлера, с Лазаревки, с поселков, с периферии. Мы все ездили в один комплекс. Но это было давно, это 90-е годы. Город был посвободнее, людей было поменьше, тяжелое время было, и условия были тяжелее. А сегодня вы смотрите, как город у нас растет. Он действительно становится замечательным. Там очень много мероприятий всероссийских, и приезжают сюда очень много людей. И в конечном итоге мы понимаем, что мы немножко забываем, это я лично о себе говорю, забываем мы тенденцию развития периферийных районов. Так как тот процент жителей, которые живут в центре, они однозначно задействованы. У них недалеко здесь первая школа, у них недалеко здесь условия, море, побегать. У нас же круглый год можно заниматься, даже просто физкультурой, создавать то условие для себя, чтобы ты себя хорошо чувствовал. Вы знаете, что спорт он такой, что его после карьеры, после спорта, да и вообще не спортсменом. Заниматься, заниматься физкультурой, это обязательно нужно. И у нас задача стояла, что очень много периферийных поселков, там где действительно ребята очень плохо себя чувствуют. Наверное, первый фактор, то что социально, конечно, в селах, отдаленных поселках народ чуть хуже живет. Им тяжело, конечно, ехать на такие виды спорта, как хоккей, на такие виды спорта, как теннис. Тот процент, который туда ездит, на хоккей, и там, например, на те виды спорта, которые более, скажем так, более дорогие, те, которые требуют более четкого подхода, финансирования там совсем другое. Конечно, нашим периферийным районам большого города тяжело добираться до туда. Это будут, если будут, то единицы. И когда мы создавали такие залы, как Измайловка, это за Мацестой, достаточно высоко, там рядом село Семеновка, Краево-Армянская, то есть Дом культуры. Мы там решили создать спортивный зал. Дом культуры, он такой ветки, но используется он наполовину культурой. То есть там сказать, чтобы был такой процесс большой, нет. Мы согласовали с культурой, конечно, потому что это общее это дело. И появляться начали мальчики в Доме культуры. Эти мальчики в Доме культуры. Появился интерес. Потому что завести надо детей как-то, надо заинтересовать. Сейчас такое время, что родитель приходит, он смотрит, где его ребенок, чем он занимается. И подход немножко, конечно, не тот. 90-е годы, вот вам зал, зашли, занимаетесь. Тренер требует. Ну, может быть, такие условия были для результатов сейчас намного лучше. Потому что мы не были такими капризными, как сегодня дети. С ними сегодня подход немножко сложнее. Но эффект все равно от периферии дает. Потому что периферийные залы такие, как вот я начинаю, перехожу сразу на другое, потому что сказать хочется многое. У нас есть такой зал, это у нас ЛАО, у нас Вардоне, у нас Лазаревка. Работает у нас Волконка, спортивный зал. Измайловка, это периферийные районы. Открылись залы у нас и на Донской, Тимирязево-10. Открылся у нас зал в Веселом. То есть, система открытия залов, это не то, чтобы мы занимались сегодня какой-то популяризацией, что нам нужен именно бокс или боевые виды спорта. Нет, это просто очаг здорового образа жизни. Я считаю, что сегодня в шаговой доступности должны быть спортивные залы в любом районе. Ну и да, кстати, именно о том, что в Краснодарском крае необходимо развивать специальную инфраструктуру для физических нагрузок в шаговой доступности постоянно говорит и губернатор Вениамин Кондратьев. Как реализуется эта задача, узнаем в нашем сюжете. Модное сегодня среди молодежи увлечение в воркаут с английского переводится просто – тренировка. Сложного в плане оснащения здесь действительно ничего нет. Турники, брусья, шведская стенка. На базовых физкультурных снарядах, работая с собственным весом, атлеты выполняют эффектные гимнастические трюки. Популярность эта дворовая дисциплина как раз и получила из-за своей доступности. Площадки для бесплатных занятий можно поставить в любом месте. Отличные обороты назад. О доступности именно массового спорта говорил сегодня Вениамин Кондратьев. Губернатор уверен, это не второстепенные вещи. От занятий физкультурой зависит спортивный потенциал жителей региона. В Крае продолжат развивать специальную инфраструктуру для физических нагрузок в шаговой доступности, что называется, не отходя от дома. Уличные спортивные комплексы для Краснодарского края, где много теплых дней, отличный способ заниматься спортом практически круглый год. Поставить такую площадку стоит недорого, зато заниматься смогут все, кто захочет. А что сейчас тренируешь конкретно, какие группы мышц? Сейчас я тренирую грудь, трицепс, выполняю третий подход. По сути, такие площадки – это небольшой фитнес-зал с бесплатным абонементом. Бесплатные тренировки будут проходить и в малобюджетных спортивных комплексах. Для Кубани новый формат. По сути, это спортзалы для игровых видов с базовым набором инвентаря. Строить подобные центры будут в тех местах, где уже есть коммуникации, чтобы избежать лишних затрат. В следующем году в Крае должны появиться 20 таких комплексов. Венимин Кондратьев попросил глав районов и городов со всей серьезностью отнестись к выполнению этой задачи. Глава района или, допустим, глава станицы, ну, воспринимайте детей как своих просто. И подумайте, вот если бы это были ваши дети, где бы они гуляли, где бы они вечер проводили, где бы они день проводили. Коллеги, в этом случае, я уверен, деньги уже, мне кажется, с большим эффектом бы находились. Просто здесь как-то воспринятие этой проблемы как просто текущая проблема должности. Ну, я еще раз подчеркиваю, просто относиться ко всем детям, как к своим. Вот и все, что сегодня нужно для того, чтобы эту проблему сдвинуть. По развитию физической культуры Краснодарский край в прошлом году занял первое место среди всех регионов страны. 43% жителей Кубани занимаются спортом. Каждый второй ребенок посещает секции. Естественно, для такой работы нужен грамотный тренерский персонал. Поддерживать выпускников спортивных вузов в крае будут и дальше, несмотря на оптимизацию бюджета. 80% молодых тренеров пошло в наши детские спортивные школы и центры спортивной подготовки. 80% выпускников именно краевых. И самое главное, что с краевого бюджета мы доплачиваем 4000 рублей, Вениаминович, каждому молодому тренеру, который пришел именно после окончания. Спорт тренирует не только физическую подготовку, замечает губернатор, но и формирует активную жизненную позицию. Очень нужное качество. И неважно, где ты живешь – в мегаполисе или станице. Но если в городах у молодежи больше вариантов, чем себя занять, то на селе физкультурные залы и секции носят, можно сказать, стратегический характер. Только создавая комфортные условия, можно заставить молодых людей оставаться в своих станицах, хуторах и поселках. Для меня первая задача глава муниципальных образований, имеющуюся спортивную инфраструктуру, держать открытой как минимум 21.00. Чтобы дети, которые живут вокруг этих школ, где есть спортзалы, имели возможность прийти в эту школу, в спортзал, даже вечером, в неурочное время. Имеющуюся спортивную инфраструктуру давайте использовать на все 100% и даже больше. И создадим то, что вам по карману еще спортивные площадки открытого типа в парках, скверах. А дальше будет второй этап. Будем продолжать строить крытые уже спортивные комплексы, маленькие, большие. Это сегодня государственная задача. И вы сами без меня ощущаете эту потребность сегодня населения к спортивным объектам. Потому что это есть то, что называется в народе активный образ жизни. Стороной не обойдут и большие спортивные комплексы с бассейнами и тренажерными залами. Те проекты, которые уже начали возводить, обязаны достроить, подчеркнул губернатор. Сейчас в приоритете семь таких центров в разных районах края. Развитие материально-технической базы уже принесло свои результаты. Больше тысячи кубанских спортсменов ходят в различные сборные России. Хотя всего несколько лет назад их было чуть больше 200. А теперь давайте узнаем, как совершенствуется спортивная материально-техническая база на Кубани. Я предлагаю посмотреть сюжет с одного из последних визитов вице-премьера российского правительства Виталия Мутко в регион. Вместе с Вениамином Кондратьевым в Краснодаре они осмотрели строящиеся спортивные объекты. Один из них – это стадион «Динамо». Как подчеркнул губернатор, несмотря на все проблемы, стадион должен быть сдан к сентябрю. На строительной площадке стадиона «Динамо» побывали вице-премьер Виталий Мутко и губернатор края Вениамин Кондратьев. Все работы там были приостановлены из-за разногласий собственников. Однако перенос сроков окончания реконструкции больше недопустим, отметил Мутко. С проверкой вице-премьер России глава региона побывали также в Центре подготовки по плаванию, посетили тренировочный зал гандбольных команд. После участники объезда оценили работы на стадионе «Кубань». Там сейчас ведется реконструкция в рамках подготовки к чемпионату мира. Футбольное поле будет одной из тренировочных баз для спортсменов. Масштабная стройка развернулась и в районе баскет-холла. После ее окончания в Краснодаре появится дворец водных видов спорта. По проекту предусмотрен большой бассейн для синхронного плавания и водного пола, а также вышка для прыжков до 10 метров. Надо разблокировать и завершить стройку. Самое главное, пока мы выясняем отношения, оставляют в первую очередь и спортсмены, и жители Краснодара. В любом случае у нас основная задача в сентябре открыть ядро легкотическое, чтобы могли отпраздновать юбилей этого стадиона, прославленного стадиона. Здесь очень много выдающихся советских и российских спортсменов. Здесь есть мощнейший спортивный кластер. Мы видим здесь, в общем-то, вложился край. И, конечно, это тяжелый такой большой объект, который требует своего завершения. Но договорились, что сейчас будет в течение месяца переосмыслено. Здесь вообще еще раз и сметная окончательная стоимость, и возможности края. И я думаю, что мы, может быть, в следующем году финансовым окажем поддержку для завершения этого объекта как минимум 2018-2019 год. По каждому строящемуся спортивному объекту было детально проработано механизм финансовой поддержки и дальнейшее завершение. И вот эксплуатацию этих строительных объектов, что, хочу сказать, безусловно, позиция Виталия Ивановича и моя совпадает там, где спорт, там жизнь. Там, где строительство спортивных объектов, там жизнь будущих краснодарцев и здоровое будущее, а, может быть, и будущее высоких спортивных достижений. Проинспектировала делегации темпы строительства учебной площадки Кубанского университета физической культуры. Там разместится поле для игры в футбол и регби, легкоатлетические дорожки, секторы для прыжков в длину и толкания ядра. Виталий Мотко отметил, что возможность тренироваться в этом спорткомплексе должна быть не только у студентов ВУЗа, но и жителей ближайших микрорайонов. Летние каникулы. Мы сейчас создали летнюю оздоровительную программу. На площадках занимаются наш департамент спорта. Наши тренера там инструкторами работают. Мы стараемся, по-моему, своей основной работой еще и заниматься большой социальной работой. На данный момент сейчас по всему городу на спортивных площадках ежедневно, кроме понедельника, в 3 часа в день наши инструктора занимаются детьми. Инвентарь мы берем обычно. То есть наши тренера, что они не только бокс преподают, они могут и преподать азы, и футбола, и волейбола. То есть работу физкультуры любой тренер тоже может преподать. Это однозначно. И открытие этих больших залов прежде всего стоит задача, чтобы у нас было больше задействовано спортом наших детей. Чтобы было у них меньше времени просто сидеть и ничем не заниматься. А спорту, учеба все вместе даст плюс нашей молодежи. И если даже из общей массы, я говорю, не вырастут большие спортсмены, то здоровыми, нормальными ребятами, девчатами обязательно вырастут. Вы упомянули девчат. Девчонок тоже сейчас очень много, которые хотят заниматься единоборствами. Какие у них успехи? И много ли у вас девчонок занимаются в секции? На этом более точно остановимся, так как женский бокс два года уже в цикле олимпийской программы. И, соответственно, Министерством спорта это направление очень сильно развивается. У нас город многонациональный. Город с постоянным, можно сказать, климатическим условием для занятия спортом. То есть можно заниматься и утром, и вечером, можно заниматься и на открытом воздухе. Потому здесь задача стояла нам женский бокс развивать. Не то, что мы пошли и искали. Девочки сами тянутся, правильно вы говорите. Сегодня женский пол очень активный. Я скажу, я даже и на раз последнее у нас соревнование было. И я построил сегодня шеренку перед открытием первенства города Сочи. И девчата так стоят. И мне пришлось немножко ребят так подзадать им немножко. Говорю, что девчата намного выше показывают сегодня результаты, чем ребята. У нас сегодня в городе Сочи, я вам скажу, четыре члена национальной сборной страны. Это уже итог. Они не находятся постоянно в городе, потому что они в разъездах. Они с федеральных сборов на соревнования, опять на сборы. И, кстати, у нас сегодня эфир, а я хочу вам сказать, что 2-го числа у нас в составе национальной сборной в Болгарии со 2 по 10 июля состоится первенство Европы среди юниорок и девушек. В двух же категориях 63,5 килограмма Диана Рысь и 75 килограмм Мамонова Анастасия представляют наш город Сочи на чемпионате Европы и нашу страну, соответственно. То есть как бы ожидаем результатов, они победительницы первенства страны. И на этом фоне, конечно, потянутся, потому что приедут они обязательно в город. Я надеюсь, с результатами совсем скоро, надеюсь, мы услышим какие-то результаты. Надеюсь, что без медали мы не приедем. Да, будем верить в успех. А какие еще успехи сегодня есть у наших сочинских спортсменов, боксеров? Может быть, последние заметные результаты на каких-то крупных турнирах еще? Вы знаете, у нас везде постоянно есть крупные результаты. Так как в Краснодарском крае мы лидирующие позиции занимаем по всем направлениям. Бокс, кикбоксинг, тайский бокс. Мы лидирующие позиции занимаем по боевым видам спорта. К нам тянутся. Немножко это, конечно, когда мы выезжаем, например, в Краснодарский край, понимаем и постараемся объяснить руководству. И достаточно хорошее сегодня отношение с Федерацией бокса Краснодарского края, непосредственно с Центром спортивной подготовки по боксу краевой государственного учреждения, где сегодня руководитель Водопьянов Сергей, чемпион мира, кстати, молодой руководитель. У нас хороший диалог. Наши девчата сегодня представляют непосредственно Краснодарский край. Все мы знаем, что в анкетах написано город Сочи, мы их будем ждать. Но они за наш регион уже попали в состав национальной сборной. И эти очки идут в наш регион и, соответственно, в копилку зачета Департамента спорта нашего города. Результаты у ребят замечательные. Скажу вам этот год только. У нас Спартакеада молодежи Кубани, первое общекомандное место город Сочи, бокс. Тайский бокс. У нас Сурэ Магокян в тяжеловесах стал заслуженным мастером спорта. Это самая высшая награда. Это не мастер спорта, не мастер спорта международного класса. Это высшая степень спортивного звания. Заслуженным мастером спорта России. Тренер выполнил нормативы заслуженного тренера России. То есть идет процесс пока оформления документации. Но в любом случае, если я уже это выражаю, значит, итоги подтвердились. И они обязательно присвоят им эти звания. Тайский бокс сегодня в лице Мурта Залиева, Расула Амваровича. Достаточно очень авторитетный тренер, который здесь тайский бокс изначально развивал в городе Сочи. Очень сильно развивается и тайский бокс. Начинается молодое поколение, которое ребята раньше боксировали, мастера спорта международного класса, мастера спорта. Они начинают привлекаться и тянутся к тренерской работе. Раньше тренерская работа считалась действительно не той работой, на которую надо заостряться. Никто не хотел ходить работать тренером. Наверное, то же самое, как и в образовании. Не хотели учителями работать. И очень хорошо, что эта тенденция сегодня ломается. То, что люди начинают тянуться в спортивные залы, тренерами-преподавателями работают. Сегодня у меня звонки, и можно я поеду на просто турнир. Я говорю, ну, бюджет у нас нет заложенных. Мне помог спонсор, но я хочу повезти свою команду дополнительно, чтобы они поехали, обкатались, получили практику боевого опыта. Молодежь дает очень хорошую, энергетику хорошую дает для всех остальных. Потому что есть конкуренция внутри учреждения. У нас около 46 тренеров-преподавателей. И у одного результат, а у другого пока нет. И вы понимаете, что такое. Начинается внутренняя конкуренция тренеров, а в конкуренции всегда возникает что-то хорошее. Хорошее в плане личности, в плане работы, в плане качества и в плане результатов, соответственно. Результаты, конечно, очень замечательные. Много очень достижений у спортивной школы номер 3. Куда расти, куда развиваться? Какие планы на самое ближайшее время? Вы знаете, планы мы всегда ставим перед собой. Потому что есть, наверное, такая тенденция, когда ты не будешь перед собой ничего ставить, стоит расслабиться и сказать, что все хорошо, то быстро начинается... Все уйдет на убыль, одним словом. И мы перед собой ставим открытие опять же залов. Их недостаточно. Город большой. Откровенно говоря, не хватает сегодня большого комплекса в центре города. Потому что все мы, может, в малых залах тренируемся. И не только бокс, тайский бокс или кикбоксинг. Все виды спорта. Мы работаем в залах, а где мы должны показывать все то, что мы навыки получаем в спортивных залах? Обязательно на соревнованиях. Их мы проводим достаточно. Но проводить их надо в хороших комплексах. Чтобы это видел народ, чтобы привлекались зрители. Мы не можем сформировать сборную команду по определенному возрасту, если не проведем отборочный чемпионат города Сочи, где сформируется наша сборная. Конкуренция в весах очень серьезная у нас. И команда отбирается отлично. И самое главное, это сделать большой комплекс в городе Сочи. Центральной части города Сочи. Потому что город, мы сами знаем, у нас протяженный, очень много районов. Но центр города Сочи, он действительно загружен. А большого комплекса нет. Вот эта задача, я думаю, наверное, не только от меня будет звучать, а от многих руководителей наших спортивных школ. Ну, я желаю, чтобы все задуманное обязательно сбылось, и чтобы комплекс мы построили. Ну, и новых побед и достижений, конечно, нашим спортсменам и их наставникам. Ну, и спасибо за очень интересный разговор. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был директор спортивной школы номер 3, Алик Амбарцумян. Спасибо, что пришли. Ну, и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. До встречи в эфире.